МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пролетарский районный суд города Твери будет рассматривать уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежа, то есть изготовления с целью использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года директор организации в нарушении требований федерального законодательства, не осуществляя руководство кредитными организациями и не имея обязательных для осуществления банковской деятельности и банковских коопераций разрешения, то есть лицензии Центрального банка Российской Федерации, осуществлял незаконные банковские операции с использованием 11 подконтрольных ему юридических лиц путем открытия для них в банках расчетных счетов для ведения фиктивных финансовых операций по привлечению средств других юридических лиц и предпринимателей, учету привлеченных средств, размещению их на расчетных и других банковских счетах подконтрольных лиц, переводу указанных средств по распоряжению их владельцев на другие банковские счета, а также снятие указанных средств с банковских счетов, с их последующей передачей их владельцу с взиманием с данных владельцев указанных средств платы. По сути, обвиняемый был профессиональным обнальщиком за процент, обналичивал денежные средства обратившихся к нему клиентов. Такая услуга востребована при уходе от налогов, либо выдаче зарплаты в конвертах. В результате совершения незаконной банковской деятельности обвиняемым получен доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций на сумму около 4 миллионов рублей, что относится к крупному размеру. Общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета организации составила более 62 миллионов рублей. Работу обнальщика пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. Столкновение двух машин на трассе М-10 в Торжокском районе области. На 210-м километре трассы грузоперевозчик совершил наезд на остановившуюся обочину «Газель» дорожной службы. Пострадал водитель «Газели», мужчина 63-го года рождения. С черепно-мозговой травмой, переломами ребер и подозрением на перелом шейного отдела позвоночника мужчина доставлен в Торжокскую ЦРБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин